Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс и сегодня супер горячие и мега скандальные сплетни новости. Конечно, поговорим про то, что произошел обмен. Илья Яшенко, Ара Мурза и многие другие наконец-то обрели свободу. Поговорим про безумие у Дудя. Лебедев себе наговорил на три срока. Просто разберем в деталях это полнейшее безумие. Поговорим про зубастую Водонаева. Ох, интереснейший слив. Ну и, конечно, самое интересное. Почему нарисовалась? Значит, Ирина Болга, это бывшая жена Паши Дурова. Обсудим безумие вокруг его биоматериала, как сотни женщин хотят забеременеть от него. Ребят, все в сегодняшних сплетних новостях. Поэтому схватили свои стаканчики болезняка до краев полные кофе. Нам больше всего сегодня обсудить. Ему надо протянуть время. Ему надо протянуть время. Он доигрался. Он какую-то перешел к границе. И финал. А знаешь, они плохо у него. Ему помогут. Эти ему помогут. Вот и дипломатия ему помогут. Ты понимаешь, да? Вот она. А плохого ничего и нет. А нет ничего плохого. То, что вы сейчас увидели, дорогие мои, это моя мама в Амстердаме тогда сидела и нас снимал канал Дождь. Тогда это был большой сюжет у них от Оролога. Кстати, кто не знает, у меня есть мой основной канал, где мы с моей мамой разбираем различные ситуации, сложные ситуации, события, интересных людей. Кстати, вчера у меня вышло вот это вот видео, по ссылочке можете пройти посмотреть. Гадание на месяц Август. С помощью Картера мы даем советы по знакам Зодиака. В любом случае, кто пропустил, обязательно посмотрите. И вот где-то год назад мы с моей мамой снимались в Амстердаме. И тогда вопрос был от ведущих канала Дождь. Что случится с Эваном Гершковичем? Я напомню, Эвана Гершковича в свое время посадили по тюрьму в Россию. В какой-то безумной статье ему дали. И когда буквально недели две-три назад ему дали, там какой-то серьезный срок. Не тут 12, не тут 25 лет, там что-то очень серьезное было. Я подумал, неужели моя мама оказалась не права? Неужели моя мама ошиблась? Нет, моя мама не ошиблась. Вчера произошел самый крупный и самый необычный обмен заключенными в современной истории. И так считает корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер. Я напомню, что 16 человек были освобождены из России. И насколько я понял, не то 10, а то 13 было освобождено из тюрем на Западе. Произошел обмен. Что вы думали? Илья Яшин, Карамурза. Сейчас, наконец-то, свободные люди, дорогие мои. Серьезный обмен. И, кстати, говорят на эту тему, что именно этого обмена пленных не дождался, к сожалению. Алексей Навальный не дожил он. Именно сам Алексей Навальный не дожил он до своего освобождения. Хотя, я так понимаю, он был одной из ключевых фигур, которые собирались обменять. Не дожил, к огромному сожалению. Но Яшин на свободе, Карамурза на свободе. Многие замечательные люди, люди с большой буквы на свободе сейчас. Они были обменены. А назад вернулись какие-то КГБшники, абсолютнейшие мерзавцы. Ну и, конечно, люди, которые шпионы. Шпионы. То есть там какую-то грязь они собрали обратно. А действительно замечательных людей с правильной гражданской позиции они их освободили. Яшин на свободе, ребятушки. Это действительно очень замечательная новость. И сейчас, знаете, вот много я читал, много я пытался проанализировать этот самый обмен. Кто-то говорил, это своего рода какие-то первые шаги к мировым переговорам. К переговорам по замораживанию конфликта в Украине. Не знаю, насколько это правда. Не знаю, насколько это так оно и случится. Но вот имеем сейчас то, что имеем. Знаковые фигуры. Действительно знаковые фигуры. Люди, которые действительно заслужили свободу. Люди, которые не имели вообще никакого основания изначально садиться в тюрьму. Сейчас они все освобождены. Россия отдала следующих. Эвана Гершковича, Владимира Крамурзу, Лилию Чанышеву, Илью Яшину, Ксению Фадееву, Андрея Пивоварова, Пола Уиллана, Алсу Курмашеву, Олега Орлова, Сашу Скочеленко, Дитара Воронина, Кевина, Лика Патрика, Шобеля Германа Мойжеса, Вадима Астанина. И Беларусь передала Рика Кригера. Я напомню, что он был приговорен к высшей мере, ребят. И сейчас он на свободе. Действительно огромная радость. Но параллельно с этим, не знаю, насколько будет какое-то послабление, какие будут мировые переговоры. Я не знаю. И я, как человек, который искренне надеется, что война остановится, война закончится, ничему уже не верит. Но новость все равно неимоверно шикарная. Мои поздравления всем, кто переживал. Вот такая вот у нас новость, милые мои. Не дождался Алексей Навальный. Вот это ужасно. Вот это действительно ужасно. Если послушать ваше мнение, отдавайте, пообщаемся в комментариях. И, кстати, дорогие мои, у меня на моем влоговом канале сегодня вышел замечательный вложик. По этой ссылочке можете пройти, посмотреть, кому интересно. Папочка сплетников отрывает сплетен и новостей. И там у нас сегодня шикарнейший розыгрыш. Ровно через полторы недели мы объявим четверых победителей того, что находится в этой восхитительной, шикарной коробочке от Гуччи. Купил девке я 6 восхитительных пиал. Я не знаю, для сбора мелочи, чтобы поставить около двери, чтобы хранить там ваши ключи. Просто для украшения. А может быть, мисочка для вашего любимого котика или собачки. Шикарная лимиточка от Гуччи. Это еще из коллекции Александра Микели. Ребят, все, что нужно, чтобы участвовать в этом розыгрыше, это подписаться на мой влоговый канал. Ссылка на него будет в описании. И на этот канал сплетен новостей. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. И ровно через полторы недели начнем разыгрывать по одной пиале от Гуччи. Каждый день 4 счастливицы получат свои шикарные пиалы от Гуччи, где бы вы ни находились, абсолютно бесплатно от папочек сплетников с любовью. Все ссылочки на мои каналы будут в описании к этому ролику. Обожаю! Абсолютнейшее безумие пошло после того, как Дуров объявил, что он является биологическим отцом более чем 100 детей на этой планете. В 12 странах мира он являлся донором. И вот сейчас у нас Паша Дуров, конечно, произвел полнейший фурор. 29 июня он сделал свое заявление. И понеслась девка, понеслась. После заявления Дурова в московских клиниках и кохмах выцепались огромнейшие очереди желающих родить от него. Я напомню, вот как Паша Дуров выглядел после всего того лучшайзинга, который он провел над собой. Сейчас Паша Дуров выглядит шикарно. Насчет его правильных и красивых ген я не знаю. Но, как сообщают нам, что женщины ждут по несколько часов, сравнивают ответы Павла с интервью, с данными в анкетах, пытаясь найти максимально похожих кандидатов. И даже предлагают взятки медперсонала, чтобы получить нужный биоматериал. Он же выяснил, дорогие мои, что свой биоматериал Дуров сдал в столичную клинику, которую мы называть не будем, чтобы там вообще двери не вынесли. И, значит, ее сооснователь сообщил, что оставшийся биоматериал Павла хватит всего на месяц из-за резкого количества наплыва желающих. Здесь нам скидывают эту анкету. Неимоверный, конечно, сюр, когда девки хотят... Все, что они хотят, это не иметь великолепные гены Паши Дурова. Они просто хотят родить от миллиардера в какой-то иллюзорной, наверное, надежде получить дополнительную прибыль. Или вообще признание отцовства. Ну, до безумия доходит, ребят. Это какой-то сюрреализм. Но здесь у нас появилась интересная пташка. И она пишет нам очень интересную информацию про Ирину Болгар. Та самая дама, которая заявила, что она является матерью биологических детей Дурова. И вроде как признанных детей Дурова. Это вот такие ее размышления. Вот пишет мне пташка. Антон, здравствуйте. С глубоким уважением к вам от вашей верной подписчицы. Рыба-то моя. Привет, Любовь. И вот дальше она мне пишет. Значит, начальные разборки Дуров и Ирина Болгар. Эта содержанка вымогает у Павла. А теперь сядьте, милые мои. Один миллиард долларов, я так понимаю, в год на содержание своих спиногрызов. Я не знаю, долларов или рублей. Но она живет в Швейцарии. Может быть, евро. Я не знаю, что она пытается у него вытащить. Но, тем не менее, такие цифры у нас есть. И это буквально из ближайшего окружения Паши Дурова. Один миллиард в год на содержание своих спиногрызов. И так как он отказался, при этом не взяв ее в жены, а убежал от нее, сверкая пятками, она теперь решила стать за счет его имени блогером, вываливая все прошлое в медиа. Она не жена и никаких прав на Павла у нее нет. И вот здесь у меня, дорогие мои, хороший вопрос к этой самой Ирине Болгар. А почему бы тебе, милая, а я знаю, что ты смотришь, а я знаю, что ты смотришь, не пойти бы на детектор лжи, на предмет присутствия любви к человеку, а не любви к его миллиардам. Не, ну это логичный, на самом деле, вопрос. Это логичное требование от дамы, которая заявила, что ее шестилетние спиногрызы потребовали у мамочки. Мамочка, пожалуйста, давай расскажем всему миру, что у нас папочка Паша Дуров, миллиардер, и почему про нас никто ничего не смотрит. Это же дети попросили. Ну, конечно, я сейчас включаю сарказм. Но это было ее официальное заявление. Дальше. Она охотница за миллиардами, попала в жир ногами, пишет Пташка, и перепутала всевозможные принципы и берега. Получить от него она сможет только на сосиски из пятерочки и адьос, амигас. Именно так это все и звучало, милые мои. Как пишет мне наша Пташка, есть люди, которые знают ситуацию изнутри, а мне пишет Пташка, что они знают, о чем идет речь, они комментируют это все в ее инстаграм, она хронически не отвечает, потому что понимает, что это бесполезно. Ее планы, у нее есть планы, милые мои, у этой самой Ирины Болгар, вот эта самая дама, она просит, она надеется неимоверно на интервью Собчак, и которые в теории должны принести ей небывалую славу, признание и, возможно, какой-то заработок. Скорее всего, нищенское существование на задворках планеты, именно это ее и ждет. Алчность и мечты о миллиардах Павла разобьются о скалы. Вот такая вот у нас есть интересная информация. Ни разу, ни секунды я не допустил мысли, что эта дама действительно, как она утверждает, признанные дети, что у них были действительно хорошие отношения, и все, что она по факту требует, это чтобы Паша Дуров дал отмашку на признание ее детей его детьми. И именно по этой причине она сейчас изо всех сил пытается как-то давить на какие-то тонкие струны человеческих душ, чтобы люди вошли в ее положение, и в итоге она получила содержание детей. Ребят, она пытается получить миллиард, мне интересно, миллиард чего, дорогая пташка моя милая, расскажи, миллиард чего пытается получить эта дама. А по факту, девки, вы знаете, чем больше я смотрю на всю на эту ситуацию, тем больше у меня вопросиков. Вопросиков вообще хронической меркантильности. Я отлично знаю ситуацию, что чем больше у тебя появляется денег, тем больше у тебя появляются проблем, связанных с этими деньгами. Появляются люди, которым нужно что-то от тебя, которые хотят от тебя денег в той или иной степени, и это говорю я, у которого денег вообще практически нету, но все равно что-то выше среднего у меня получается, и уже обрастаешь непонятными людьми, у которых только исключительно меркантильные интересы. Случай же с Пашей Дуровым. Ну, здесь, конечно, полет невиданный, здесь у нас полет небывалый. И вот здесь, конечно, начинается раскатываться губа просто до неимоверных размеров. Хочет миллиард. На что она надеется, я не знаю. Его ли это дети, непонятно. Но то, что даме все равно на любовь и признание присутствия Паши Дурова в качестве вот этой вот отеческой фигуры в жизни ее детей, ей плевать. Ей важно присутствие миллиарда в год на содержание этих троих детей, которых она родила, как она утверждает от Павла Дурова. Мне очень интересно вообще послушать вашу теорию, ваши какие-то сплетни, ваши инсайды, потому что ситуация с Дуровым, она неимоверно интересная. Вот кто бы думал, да? Молчал, молчал, ничего не говорил. И вот раз ляпнуло, покатился, как снежный ком. И сто детей по всей планете, и трое детей, которые... Мама, которых требует миллиард на содержание. Сюрреализм, милые мои. По факту, чем больше детей, тем больше людей вокруг вас, которые хотят этими деньгами воспользоваться. Забавно, правда? Интересно слушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Ну, неимоверно интересное интервью. Вчера вышло у Юры Дудя. Здесь мы, конечно, говорим про Артемия Лебедева. У меня вопрос. У меня один легитимный вопрос. Мы сейчас разберем это самое интервью. Но то, что... Я так понимаю, интервью проходило в Испании. То, что Лебедев там наградил, мне интересно, какие последствия будут у этого самого Лебедева. Во-первых, конечно, главная вещь, критичная главная вещь, это кто отправил на тот свет Евгения Пригожина. Этот вопрос был задан Юрием Дудем. Кто у... Пригожина? Путин. А что, у тебя есть сомнения? У меня нет. И у меня нет. Правильно я понимаю, что ты сейчас утверждаешь, что Владимир Путин убил двух пилотов и стюардессу, которые летели вместе с Пригожиным, Уткиным и всеми остальными. Ну, смотри. Ты спросил, кто убил Пригожина? Да. Да. Я считаю, что его убил Путин, потому что это очень неправильно, очень незаконно. Но вот так бывает в мире вот этих вот сложных спецслужб, обязательств и так далее. У него было слишком много власти у Пригожина, он сошел с ума, он пошел уже на Москву, сбил там шесть самолетов-вертолетов, или восемь, ну, короче, пиздец. Да, и там тоже были живые люди, пилоты. Они не стали героями России в результате. Я правильно понимаю, ты сейчас сделал утверждение, что Путин терапист. Ни в коем случае. Он убил минимум троих людей, никаким образом не имеющих отношения к военным преступлениям, предательству Родины, госизмене, попытке государственного переворота. Три невинных человека... Очень натягиваешь. Что я натягиваю? Пригожин в самолете, который был в... Я тебя спросил, кто у Пригожина? Ты сказал Путин. В самолете было три человека, не имеющие отношения к ЧВК. Да. Путин-то... Ну, это ты говоришь. Не-не, ну это логика, Артемий. Я только этот, только из-за этого. Это же логика. Ну, это неправильная логика. Мм. Окей. На прямой вопрос, кто отправил на тот свет Пригожина, Лебедев отвечает, Путин, не раздумываясь, ни секунды, вот просто сорвалось у него с языка и стоял на своем. Когда Юра Дудь начал задавать дополнительные, легитимные вопросы на тему, а что насчет пилотов, да и нет. Он понимает, что Пригожин был кровным врагом на тот момент, на момент его кончины. Ну, скорее всего, его нет. То есть здесь не будем уходить в конспирологию. Не туда понесло. Сейчас обсуждаем Лебедева. На вопрос, что тогда, почему под горячую руку, считай, попало и стюардесса, и двое пилотов, еще какие-то сопровождающие люди. Разве это не является актом террориста? Задал вопрос Юрий Дудь. На что Лебедев говорит, нет, не является. Но он говорит, ну как же? То есть если кровная месть была с непосредственно Пригожиным, то есть в теории он должен был убрать только исключительно одного Пригожина. Те люди, в жизни которых очевидно не имеют никакой ценности, они попали под горячую руку, не попали в этот замес, потому что просто находились в одном самолете с Евгением Пригожиным. Нет, Путин не торопил. Путин ничего такого не сделал. Нет, Путин вообще молодец. И, ну, конечно, Пригожина Путин. Так заявил Лебедев. Вжарил он Мизулины. Боженька ты мой. Он прав. Он абсолютно прав. Он назвал, значит, деятельность, которую развела Екатерина Мизулина на территории России, это инфоторизмом. Это действительно является чистой правдой. Он абсолютно прав. Но я удивился, что как сильно он идет в разрез с повесткой, как смело он это все комментирует. Во-первых, сразу же после этого появилось заявление непосредственно от самой Екатерины Мизулины. Мизулина требует сейчас сразу же 10 миллионов морального ущерба и подает в суд на Артеме Лебедева, которого она назвала власовцем за интервью с предателем Родины. Цитата. В связи с выходом интервью, в котором распространяется сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги Безопасного Интернета, и меня лично наша организация подает в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера Лебедева, а также иностранного агенда Дудя. Лига требует возмущения морального вреда в размере 10 миллионов, рубля и средства будут направлены на помощь всеми участникам войны в Украине. И дальше, конечно, понесло Лебедева нереально. Русские и украинцы? Простой вопрос. Дудя, один народ или нет? Украина, конечно же, на 80% это просто Россия. Такие же русские люди. У меня есть на эту тему очень четкое объяснение. Чисто наблюдение мое визуальное дизайнерское, как выглядит вход и в подъезд в Киеве, он выглядит ровно так же, как и в Москве. Восхитительная теория, да? Восхитительная теория. Вообще, смотреть Лебедева было неимоверно интересно, потому что раздрай, ментальный раздрай и вообще никакой логической связи между одним словом и другим не наблюдалось. Является ли Путин кровавым диктатором? Задает вопрос. Дудь? Нет, он не является. Ну как же? Знаете, я редко видел бомбящего Дудя. Я редко видел Дудя, которого вывели на эмоции. Но он говорит, ну как же такого быть не может? Что ты говоришь, Лебедев? Ты посмотри. Десятки тысяч, отдавших Богу душу, россиян. Десятки тысяч, невинно отдавших Богу душу, украинцев. Столько людей, их просто больше не существует. Нет, это не является критерием, которое говорит о том, что и Путин это кровавый диктатор. То есть, это говорит он. И тут же, в этом же видео, Лебедев говорит, что именно Путин убил Евгения Пригожина. То есть, где у него начинается критерий кровавого диктатора? Где? Сколько нужно, чтобы еще людей отправили на тот свет? В чем твои претензии к патриарху Кириллу? Задает вопрос Дудя. Я не вижу, что он человек, которого я хотел бы слушать. Его слово для меня ничего не значит. Он чиновник, партийный, ездит на Мерседес со своим складным крестом. Откуда у меня к нему возьмется уважение? Он говорил правильно, он говорил правильно. Когда он врал и говорил неправильно и лицемерил, он врал и говорил все неправильно. Но у меня вопросы по поводу Лебедева и его комментариев по поводу патриарха, Путина, Мизулиной. Родина-мать зовет эта статуя, где он, считай, смешал с грязью символ для России. Она это страшная статуя, это реально является символом. Он правильно это аргументировал, но я напомню, когда одна из девочек-блогеров, малолетняя девочка вот так вот пощекотала на видео грудь скульптуры Родина-мать зовет, ей дали 6 месяцев общественных работ. Уголовное дело завели. А здесь Лебедев с упоением красочно, не стесняясь в выражениях Месси, сам образ этой статуи словесно. И я так понимаю, он идет безнаказанным. И вот мне здесь интересно, что будет после этого самого интервью? Что случится с Артемием Лебедевым? Я вам напомню, дорогие мои, за меньшее, за 10% от того, что Лебедев сказал, это уже людям дают сроки. А сроки там понятны. Там понятно две статьи, которые он нарушил. Две уголовные статьи. Это вбрасывание фейков и дискредитация войск Российской Федерации. Что это значит, как вы можете получить статью уголовное дело по делу о дискредитации войск. Вы можете сказать, война не нужна. Война это плохо, война это в корне неправильно. Вот вам уже за эти слова дискредитация войск Российской Федерации. То есть, по факту, Лебедев себе в условиях сегодняшней России наговорил себе уже на хорошие лет 15. Мизулина уже подала на него в суд. И мне интересно, будут ли еще последующие какие-то уголовные преследования Лебедева, опять же, за мнение, за слова. То есть, вы понимаете, абсурд какой, да? Просто за мнение и мнение, оно правильно. Путин отправил на тот свет Пригожина, отправил. Путин развязал войну, которая неправильная, которая ненужная, сделал, да? То есть, уже за это правильные слова, правильная гражданская позиция, да? Лебедев, это вообще перевертыш. Но мне просто неимоверно интересно будет посмотреть, как он будет отвечать. Потому что, если Лебедев не ответит за свои слова, вот здесь, конечно, будут вопросики вообще к системе. К судебной системе и вообще системе в России давно есть вопросики, даже не вопросики, а гигантские вопросы. Потому что лицемерие и этот самый закон, он как кистень, да? Им пользуются как кистенем. Где-то да, где-то нет. За то же самое человеку могут дать медали, за то же самое другому человеку могут дать срок, я не знаю, какие-то условные семь лет. Мне будет неимоверно интересно посмотреть, чем закончится для Лебедева. Это было мега скандальное интервью. Я не знаю, как он решился у Дудя вывалить то, что он вывалил. Я искренне надеюсь, вот я терпеть не могу Лебедева. Хотя мужик красиво выражает мысли, но я искренне надеюсь, что его 10 детей уже за границей и он сам уже сейчас на данный момент просит где-то убежище. Я просто не поверю, что за то, что он там наговородил у Дудя, он выйдет сухим из воды. Я в это просто не верю, потому что наговорил он страшное. Он наговорил обычное, но страшное в условиях сегодняшней Российской Федерации. Интересно, слушайте ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях. А это, дорогие мои, то, что вы сейчас видите, именно так работает YouTube сейчас у многих на территории РФ. Для меня вот то, что вы видите, это просто не работает. Вот как выглядит 70% замедление YouTube на территории Гигантской Российской Федерации. То, что происходит сейчас в России, это какое-то безумие. Знаете, когда они только объявили о замедлении этого самого интернета, я подумал, ну ерунда какая, ничего, это не будет работать, они криворукие люди, у них ничего не получится. Да все у них получилось. И если изначально сказали, что затронут только PC, ну персональные компьютеры и какие-то, не знаю, там телевизоры и смарт-ТВ, то нет, люди говорят, сейчас уже и на телефонах все работает через пень колодов. Единственный выход, как говорят, мне многие пишут, у нас просто обсуждение на эту тему каждый день в моем телеграм-канале. Ссылка на него будет также в описании. Обязательно подписывайтесь, чтобы держать связь и не теряться. Телега у меня очень интересная. И многие говорят, что с VPN работает, но без VPN просто какое-то мракобесие. И я смотрю, и знаете, вот многие же говорят в течение последних двух лет, да, что вот-вот замедлят, вот-вот замедлят, замедлят сам YouTube. А по факту, или там не замедлят, заблокируют, вранье, вранье. Ну понимаете, это как-то было ожидаемо, но в той извращенной форме, в которой это все было реализовано, замедление. То есть, понимаете, лучше бы, наверное, заблокировали, потому что это мучение, это на нервах играет, когда ты включаешь проигрывать какое-то видео, и оно вот через минуту зависть, вот этот вот подгруз и вот эта вот вся история. Тот и говорит, ой, у меня все летает, вообще не надо нагонять истерику, или ой, у меня работает все на телефоне. Понимаете, это какой-то национальный пофигизм у россиян. Вот без шуток, их и в хвост, и в грибу жестко, без всякого там протекции, вертят их, да, а они говорят, да не, нормально, что там, вот только, ну, в телефоне осталось работать, нормально, там уже не смотрим на телевизоре, там уже все накрылось тазом, вот теперь в телефончике смотрим, да, или, а у меня все в порядке, то есть, знаете, моя хата всегда с краю, вот где-то в Питере нормально, а потому что там в Томске происходит, вообще плевать, потому что, ну, это не моя боль, я там не знаю, я там не подключен к тому провайдеру, у них не работает, а у меня плевать работает. В итоге накроют всех, то есть, вы знаете, понимаете, Все это перейдет в итоге на VPN, если люди не захотят теряться Я просто до сих пор не говорю, что ты беспокоишь? Да не беспокоюсь я Ребят, то, что происходит, это реально исторический прецедент Это новость вселенского масштаба Как это? Взять и 40% трафика в России это был YouTube Это один из самых популярных на планете сайтов Это кладезь информации, на которой люди, не знаю, учатся вышивать, строить дома, растить розы, воспитывать котят Вот это вся история То есть это действительно пласт информации, созданной человечеством в свободном доступе И вот сейчас это все перекрывается Смотреть ужасно Мне накидали там вот этих вот, как это все тормозит Смотреть ужасно Но будем наблюдать, потому что это кошмарно Ну и сейчас информация же, да, Роскомнадзор предложил блокировать научно-техническую информацию о VPN-сервисах Милые мои, чтобы ведь недостаточно просто чуть-чуть испортить там просмотр контента в YouTube Нужно сейчас еще и легально запретить поиск информации, как подключить VPN и чтобы все работало VPN они будут, я так понимаю, блочить пачками, будут создаваться новые VPN, потому что VPN, милые мои, это для них сейчас самое время делать бешеные деньги И этим они сейчас и занимаются Но вот имеем сейчас то, что имеем Интересно, что ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях Пиши мне вчера пташка До времени, Антон Я точно знаю, что Водонаева, вопреки россказням о журналистской карьере в своем регионе, с 13 лет жила в Москве То есть, я так понимаю, Водонаева все время говорила, что она начинала с журналистской в какой-то своей там периферийной дыре Так вот, вопреки россказням о журналистской карьере в своем регионе, с 13 лет жила в Москве У человека, называемого Саша Скворец Он старый, чернявый, кудрявый На белорусской она жила Сначала сама не поверила, но показал напечатанные, там еще одна пташка Показал напечатанные, в смысле, пленочные фотографии Где она очень юная, с очень-очень большой грудью в кислотных оранжевых босоножках на всех фонтанах ВДНХ С ним в обнимку Может, дед и приврал, что они долго были вместе Но были точно То, что ей на фото не больше 14, несмотря на очевидную зрелость Понятно по всему остальному Огромная грудь, колхоз, вторая грудь Просто выбираю выражение, как писала пташка А вообще-то лицо и зубы ребенка И дальше она пишет Значит, у Саши Скворца есть до сих пор все эти фотографии Его можно найти по старой московской тусовке Ну или других свидетелей фото Но он их тогда часто всем светил И придумала, подумала и решил дополнить Опять же, не знаю, насколько это важно, но вдруг пригодится Скворца был шоу-рум в этой многокомнатной квартире на Белорусской В одной из больших комнат был горизонтальный солярий Что мне показалось неразумным Использование пространства Но богатые люди там ничего не покупали Просто пили шампанское и употребляли Сам Саша был дружелюбным и добрым Покупали его шмотки из кортницы и ко За интим подарил девочке кожаную сумку Даже не помню, какой типа бренд В большинстве никто не разговаривал Вот такое вот вам интересное Как же сказать Штрих портрету к зубастой тетке Под названием Водонаева, да Вообще, понимаете, ребят Смотря на Дом 2 и выходцев из Дома 2 Которые сейчас имеют какие-то важный вес в обществе Нет, я понимаю, люди растут, люди развиваются Но по факту я Вот насколько я знаю Вот по своему опыту людей Вообще, в принципе Люди никогда не меняются Значит, ты врала, Водонаева, да Что ты стала журналисткой В той периферии, где ты откуда-то вродом, да Сама с 13 лет жила с мужиком Который тебе в дядьке, в дедушке годился, да Или сколько там На роль бати, наверное, да И вот слушаешь, да На это беспросветное вранье Зубастой путинистки Водонаевой И думаешь Ууу, какие интересные скелеты У этой бабы в ее похучем Лазете там, милые мои Интересно мне вообще про Вот в чем там вот это, вот краснокамец Краснокамец На краснокаменский мы вообще сейчас точку поставили А вот Водонаева И ее начало этого всего, да Пути к сложной и суровой шоу-бизнес Вот он, вот это мне интересно Вот это прям интересно, да Сейчас она у нас пошла ведьма Сейчас она у нас пошла, ну, дурью занимается, да Все-таки занимается дурью Короче, у кого что есть А у меня прям, знаете, у меня вот Мой сплетнический носик, он мне никогда не подводит Я думаю, если вот начать копать в том направлении Много чего накопать получится Кто что знает, пишите в директ По моему инстаграму или телеграму С огромным удовольствием все здесь это пообсуждаем Короче, кайф Милые мои дамы и господа сплетники Кто еще со мной? У кого работает ютуб? Привет и спасибо, что находите 25 минут в вашем сложном графике На общении с папочкой сплетников Я вас всех обожаю Спасибо всем за донаты Донаты мы принимаем через супер спасибо И через бустики Да, донат через бустики Вы всегда получаете видеооткрыточку И я специально для вас записываю видеооткрытку С днем рождения, с годовщины Просто привет от Алтона Эс Наш форум благодарности за ваши щедрые донаты Но я прошу, ребят, пожалуйста Если вы хотите поддержать донатом кого-то Лучше отправьте в свой местный приют А если вы смотрите меня через VPN Или находитесь в свободном мире В Европе или Америке То пожалуйста, если ютуб проигрывает рекламу на моих роликах Не пропустите пару рекламных роликов Таким образом не потратив ни копейки Вы очень поможете папочке в спередиках произойти видео на этом канале каждый божий день То есть подписывайтесь на этот канал и на мой влоговый канал Розыгрыш будет скоро Шикарные пиалы от Гуччи Боже мой, 4 пиалочки найдут вас, где бы вы ни находились Все, что нужно, это подписка и комментарии оставляйте По комментариям вас буду находить И, конечно, милые мои, всем хорошего пятничного вечера Обязательно увидимся завтра Завтра устроено будет шикарное гадание Не пожалеете Поэтому подписывайтесь на все мои каналы, везде интересно Открыли сегодня бутылку просека Ну а че нет, лето, пятница, вечер Самое время расслабиться После этих суровых, кошмарных сплетен новостей Увидимся обязательно завтра, милые мои Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok